Арсалия Эльвира Анатольевна Эльвира Анатольевна Эльвира Анатольевна Эльвира Анатольевна Добрый день, добро пожаловать в наш проект, Эльвира Анатольевна. В одежде Абхазов в прошлом наблюдались социальные ограничения? Вы знаете, социальных ограничений в одежде Абхазов ярко выраженных не наблюдалось. Об этом очень много было сказано в трудах наших ученых, и Маля, и Аджинджа. Но самое главное, знак сословного различия, это была та ткань дорогая, с которой можно было пошить более изысканное платье. Украшения, которые делали из серебра, из полудрагоценных камней. А когда вот Абхазский национальный костюм уступил свое место европейскому? Абхазский национальный костюм свое место уступать европейскому в женском костюме начал в конце 19 века, в последние 10-15 лет, и активно в начале 20-го. Мужской костюм в этом плане был более консервативен, и период, когда он начал уступать европейскому, это после Первой мировой войны, когда вместе с черкесской, как атрибут одежды, появилась шинель армейская. К Абхазскому женскому костюму начала 20 века применимо понятие моды? К Абхазскому костюму начала 20 века применимо появление большого стиля в искусстве, в искусстве костюма, внутри которого были разные модные течения. И снова кафедра. Возможность оценить наших интеллектуалов по поводу нашего прошлого. О современной одежде можно было бы сказать, что ежедневно меняется мод, а как в песне поется. Но что касается костюма прошлого, конечно, думаю, что ситуация другая. И я как-то интересовалась византийской одеждой. Слово специалисту, художнику по костюмам Эльвире Арсале. Абхазскому женскому костюмам Эльвире Арсале. И мне захотелось условно назвать эту лекцию. И пришли в голову сразу два названия известных фильмов. Это «Ускользающая красота» и «Великая красота». Как вы знаете, вы сами часто соприкасаетесь и изучаете историю искусств. Что любой предмет изучения в истории искусства, он становится абсолютно прекрасен и исторически интересен по происшествию определенного периода времени. А то же самое касается костюма начала 20 века. В наш с вами период общения и в эти годы как раз исполняется почти 100 лет. 100 лет этим великолепным фотографиям. Этому очень красивому, очень изысканному кинематографичному стилю. Условно мы возьмем с вами период 1900 и 1925 год. Для истории костюма это очень небольшой период. Но в то же время это была эпоха очень больших перемен. И этот период условно делится на костюм 1900 и 1914 года, затем 1914-1917 год и третий период 1917 и 1925 год. С многими из вас на лекциях мы говорили о том, что костюм это абсолютно зеркало всех социальных процессов, которые происходят в обществе. И что же говорить о начале 20 века? Это время больших перемен. Прежде всего, что надо сказать, это о том, что очень резко в начале 20 века сменился эстетический идеал эпохи. И перед тем, как начать рассматривать костюм начала 20 века, мне хотелось бы еще раз вам напомнить о том, факторы, которые очень сильно влияют на историю развития костюма любого народа. Это войны, революции, эмиграции и прочие любые социальные изменения, которые происходят. На сегодняшний день не существует костюмологического термина, который определил бы именно этот период. Потому что та отечественная практика, которая была в советское время, она обычно рассматривала костюм 1900 года до 1917 с ударением именно на 1917 годы. Но мы с вами попробуем внутри этого большого стиля рассмотреть и выявить какие-то особенности, которые складывались буквально каждые несколько лет. Самое главное, что следует отметить, что рассматривая этот период, мы не можем сказать, что это была мода. Это был период абсолютно ярко выраженного стилистического диктата определенной эпохи, внутри которой происходили некие изменения. Но это был очень большой, ярко выраженный, исторически сложившийся стиль. Давайте попробуем рассмотреть все по порядку. Прежде всего, надо сказать о том, что у очень многих возникает вопрос, почему тот материал, который сегодня нам доступен по этим великолепным фотографиям, мы говорим о том, что все национальные признаки в костюме исчезли, он стал абсолютно европейским. И что же в нем осталось такого узнаваемого, национального? Надо сказать о том, что сам стиль модерн, который захватил всю Европу, Россию, затем, естественно, он получил большое распространение на Кавказе, каждая культура и каждый народ его пропускали через свою культуру. И абсолютно в каждой стране, у каждого народа он получал свое индивидуальное звучание. Мне бы хотелось с вами подробно рассмотреть тот достаточно драматичный период, когда сталкиваются два костюма. Это костюм начала XX века, расцвет модерна и этнический костюм. Если вы заметили, то фотография, кстати, надо сказать, что в тот период очень хорошее развитие, расцвет получила сама фотография. Если во второй половине XIX века мы имеем возможность видеть фотографии таких известных этнографов, путешественников, как Барканов, Никитин, Ермаков, то здесь уже в начале XX века очень сильное развитие получает салонная фотография, говоря современным языком, винтажная фотография. И она дает, конечно, очень хороший большой материал по изучению этого стиля. Если сравнить тот период, который мы рассматриваем в фотографиях Ермакова, это начало XIX века, и мы сравним фотографии начала XX века, буквально за 20-30 лет, если вы заметили, идет абсолютно полная замена представлений о эстетическом идеале. Если здесь мы видим костюм во всей его этнографической красоте, во всех этих ювелирных изделиях, естественно, костюмы, которые созданы с учетом народного кроя, то в следующий же период мы видим абсолютно другую эпоху, которая уже не связана с костюмом народного кроя, у которой существуют все такие вот, как сказать, сама национальность, ментальность народа, она сохранилась в каких-то цветовых предпочтениях, съемных украшениях. То есть сам образ девушки, сейчас мы рассматриваем женский костюм, попозже мы перейдем к мужскому, он становится более романтичный, более светский, более легкий. И этот период называют рождением городской моды. Очень многие историки называют костюм начала XX века маленькими шедеврами. Это было абсолютно полное отражение всех достижений, которые были в обществе в этот период. Что случилось? Мы, рассматривая народный костюм, мы всегда привязаны к народному крою. И вы знаете, что народный крой любого костюма, он связан с методами его производства, то есть с ткачеством. Естественно, все абсолютно фантазии, которые может позволить себе создатель этого костюма, то это все то, что укладывается в определенную ширину полотна домотканного такого материала. Естественно, в основе этого костюма всегда лежал очень рациональный, очень, можно сказать, прогматичный, продуманный такой раскрой, с минимальным выпадом, вообще с межлекальным выпадом. Почему? Потому что это все очень сложно создавалось, окрашивалось, вышивалось и так далее. То есть очень высокая физическая затрата. И здесь, естественно, вы посмотрите костюм разных народов, но у них в основе лежит определенный рациональный прямой народный крой. Что случилось в начале 20 века? Появляется индустрия текстильная, она очень бурно развивается. И, естественно, это очень сильно влияет на силуэт самого костюма, потому что не вынуждены укладываться в определенные параметры. Естественно, уже в начале 20 века появляются профессиональные модельеры, которые могут создавать костюм по определенным своим возможностям и желаниям. Почему я сейчас делаю такой вот большой, как сказать, некую общую картину даю? Потому что в этот период наш костюм находился под очень сильным влиянием европейского костюма. Естественно, все процессы, которые проходили где-то там, они находят отражение здесь с тем, ну, как вам сказать, с учетом тех особенностей, которые были в нашей культуре. Что надо сказать еще о женском костюме начала 20 века? Прежде всего, я хотела бы, наверное, все-таки параллельно еще затронуть и мужской костюм, чтобы потом вместе и мужской, и женский рассмотреть в более позднем периоде. Вообще это время надо рассматривать как рассвет всего, того, что касалось культуры Кавказа. Очень большой интерес и очень большое развитие получает тема черкесски вообще в истории. Допустим, в начале 20 века начали появляться черкесски, которые были, их называли черкесскими нового образца. Естественно, это было связано с тем, что поменялись... Мы говорили о том, что черкесска – это прежде всего военная одежда. Естественно, ее крой, ее дополнение, все некие приспособления, которые на ней есть, они связаны с теми видами оружия были, которые получали распространение в то время. Но в начале 20 века мы видим уже черкесски, их называют с прямой грудью, отсутствие газорниц. Вы же знаете, что такое газорницы, да? Там, где с высоким стоячим воротником. И они очень хорошо отражены в фотоархивах очень многих, возможно, и ваших семьях. Есть этот период, буквально первый десяток, начало 20 века, они получили очень широкое распространение. Почему? Потому что прикладной необходимости в этом уже не было. Но самое интересное, потом происходит следующее. Они возвращаются уже как некая историческая, некая историчность в костюме, которую она уже, да, понятно, она нефункциональна, да? У нее нет прикладных каких-то назначений. Но, тем не менее, она несет в себе информацию о большом военном прошлом данного костюма. Надо сказать, что очень многие историки одежды считают Черкесску одной из самых удачных, самых интересных по своей структуре костюмов, военных костюмов. И в начале 20 века происходит очень важное событие, которое меняет жизнь Черкески. Это период с 1914 по 1917 год. Это время Первой мировой войны. Надо сказать о том, что никогда еще эта форма не была в таком зените славы, как в этот период. Еще необходимо сказать о том, что вот перед этим, что происходило, в 1870 году, могу ошибаться, или в 60-м, или в 70-м году, уже указом царя, она была, Черкеска была утверждена, как единая форма одежды казака. Что обязательно надо это запомнить, потому что очень часто возникают разные вопросы о вообще ее происхождении, о том, какие из представителей народов имеют на нее особое влияние и так далее. И надо обязательно запомнить, это вторая половина XIX века, когда указом царя Черкеска утверждается, как единая форма казацкого костюма. Могу зачитать, в 1890 году газыри на груди, как хранилищу боевых зарядов, уже не придавалось такого практического значения, как в эпоху кремниевых ружей. Тем более, что одно из гнезд на патронников по традиции в походе использовалось для хранения небольшого запаса соли. Что надо обязательно учесть, что это уже были, конечно, не домотканные черкесски, просто сама форма одежды была использована как одежда военного образца. Что происходит в 1914 году? И, конечно же, вы все знаете о легендарной, условно называемой, дикой дивизии, куда вошли очень многие представители народов Кавказа. И здесь возникает вопрос, в чем же будут эти люди? Можно сказать, что не возникает этот вопрос. Естественно, уходили они в Черкесске. И надо что обязательно отметить, что именно в эти годы в Подольске начинается разрабатываться портными императорского двора единая форма Черкесски для бойцов дикой дивизии. Естественно, в ней опять происходят те преобразования, которые необходимы для того, чтобы одежда этнографичная, со всеми ее нюансами, она стала военной одеждой. Естественно, немножко поменялся ее крой. Надо сказать о том, что на ней появились металлические пуговицы. Появились, так как очень часто ее применение было в достаточно суровых климатических условиях, появляется непромокаемый подклад. Появляются, есть очень интересные достаточно такие модели черкесских, где есть вообще меховая торочка. Вообще, костюм дикой дивизии, он очень парадоксален и интересен, потому что он сочетал, можно сказать, несочетаемое. Я хотела вам зачитать историю Капрышка. Очень хорошо описывает этот период. С горячим, полным воинского пыла и энтузиазма, отозвались народы Кавказа на зов своего царя. Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии. Ингурского, черкесского, татарского, кабардинского, дагестанского, чеченского. Джекитам не надо было казенных коней, они пришли со своими. Не надо было обмундирования, они были одеты в свои живописные черкески. Оставалось только нашить погоны. У каждого всадника висел на поясе кинжал, а сбоку шашка. Только и надо было казенного, что винтовки. Чтобы поднять и без того приподнятый дух горцев, во главе дивизии был поставлен брат государя, великий князь Михаил Александрович, высокий, стройный, на котором всегда идеально сидела любимая форма одежды, черкеска. И очень интересное замечание сына Льва Толстого, Ильи Львовича Толстого, журналиста и писателя, который описывает свои впечатления о сынах Кавказа в своей национальной одежде, воина в легендарной Абхазской сотне, которых он увидел в Львове в 1914 году. Полк проходил в конном строю, в походном порядке один за другим, один красивее другого. И весь город в продолжении часа любовался и дивился невиданным, да то ли зрелищем. Под скрипучий напев, наигрывающих на своих тудочках свои народные и воинственные песни, мимо нас проходили нарядные, типичные всадники в красивых черкесках, в блестящем золотом и серебром оружии, в ярко-алых башлыках, на нервно-точенных лошадях, в смуглые, полные гордости и национального достоинства. Это еще раз подчеркивает о том, что вообще, говоря современным языком, бренд такой кавказскости в тот период, да, он был очень популярен. И при дворе царя, вы сами знаете, у нас, кстати, есть там царская семья, да, папка. Сам царь облачился в эту черкеску. И очень многие личности того времени, Воронцов-Дашков и генерал Врангель, они все носили черкеску. Почему? Потому что это образ, прежде всего, да, она стала в определенный момент символом доблести, мужества. И существовало определенное правило разрешения носить черкеску. Надо сказать о том, что это всегда было достаточно, если вам интересно знать, она была достаточно по своей стоимости и создании, она была очень дорогая одежда. Потому что, если вот переводить в некие такие условные материальные эквиваленты, это складывается вот так. Вот, к примеру, пошить одну черкеску стоило около 22 рублей серебром. Для примеров, в то время пуд отсеянной пшеницы стоил 80 копеек, аршин ситца 12. В условиях войны это были немалые деньги, но желающих было немало примерить на себя символ доблести тех лет. Понятно, да? Самое главное, что надо запомнить и понять, это не как костюм, не как мода, а как целое явление, которое становится очень популярным благодаря вот очень сложным процессам, которые в тот период происходят в обществе. Если мы вернемся с вами к женскому костюму начала 20 века и рассматриваем его период, вообще давайте условно мы назовем этот период, поскольку не существует костюмологического термина, который определяет вот именно вот этот определенный период, мы назовем его костюм переходного периода, как часто, в принципе, и бывает в самой искусствоведческой практике. Что было интересного в женском костюме? Как мы с вами уже заметили, изменился сам идеал красоты. Женщины в этот период начинают активно социально развиваться, как везде в мире, так и здесь. Естественно, это отражается на костюме. И почему возникли такие легкие струящиеся силуэты? Потому что в конце 19 века существовало целое движение борьбы с корсетами, с женскими корсетами. И это движение возглавляли врачи, общественные деятели. Во-первых, это эпоха эмансипации, когда женщина, активно включаясь в современную, сто лет тому назад в современную жизнь, да, ей, конечно, надо быть динамичной, ей надо быть активной. И, естественно, весь костюм, он подстраивается под нужды того времени. В нашем понимании распространения у нас этот костюм получает не столько с такой вот практической необходимостью, сколько с эстетической. С эстетической, да. То есть не секрет, что это был портовой город, и здесь все это были, все эти ткани, все эти готовые модели одежды сюда поступали. Здесь они уже местные мастера, да, они, для них это был такой вот, как вам сказать, культурный ориентир, по которому надо создавать уже своими руками какие-то изделия. Конечно, если в тот период в Европе, в России уже существовали какие-то устоявшиеся в России императорские дома мод, вот в Европе это портные, которые перешли в стадию домов, да, то здесь распространение, конечно, звучания европейских костюм этого периода, он получил как некий образец, который сюда приходил, но получал другое звучание благодаря тем местным мастерам, которые его создавали. Очень интересный период, когда появляются совершенно другие атрибуты в самом женском костюме. Если в конце, во второй половине XIX века мы видим женский образ, который закован в эти вот железные тиски нагрудных застежек чапразов, да, тяжелые металлические пояса, высокие шапки, то здесь образ сам, он становится очень светским, очень романтичным, если вы заметили, здесь появляются совершенно другие атрибуты. Это шаль, это кружево, зонты, атрибуты, которые не носят столько практичного значения, да, а сколько помогают просто раскрыть сам такой вот интересный образ. Вот мне хотелось бы как раз сказать немножко о теме самой черно-белой фотографии начала XX века. Мы вскользь начали о ней говорить в начале лекции. Это целый жанр, который получил распространение. Как мы с вами говорили, если перед этим, сегодня они, кстати, хранятся в этнографических музеях во многих странах, фотографии носили этнографичный характер, да, то есть мы, скорее всего, как записки путешественника, как его наблюдения, то здесь уже в начале XX века мы видим абсолютно выстроенные композиционно, абсолютно продуманные фотографии. Они находятся вот, я извиняюсь, в папке начала XX века костюм. И вы видите, что они практически как герои какого-то романа или какого-то исторического кино, потому что сама эстетика фотографии, она поменялась буквально какие-то 20-30 лет, и они, сама фотография становится жанром, в который с удовольствием приприняли люди и начинают в нем участвовать. В отличие, кстати, от нашего с вами времени, где такая вот культура семейной фотографии, культура такой вот, как вам сказать, семейного архива и альбома, она, к сожалению, в последние годы утрачивается, да. Мы вот с удовольствием любуемся на костюмы прошлого, но для них это было целое явление. Мне было очень интересно, мне недавно в руки попались журналы начала XX века, 1914 года, и там отдельной главой написано о том, как готовиться к визиту к фотографу. То есть это было на самом деле очень большая сверхзадача художественная. Люди одевали самое лучшее, что у них были. Мало того, они играли в некие очень такие вот романтические образы. Самое интересное, существуют даже такие фотографии, где, если вы заметили, есть черкесские, газорницы которых использованы не совсем по назначению. И если, допустим, это было в условиях войны, и он посылал эту фотографию, очень часто мы видим, как они вставляли цветок или там еще какой-то абсолютно такой вот парадоксальный атрибут. Вот чем интересен вообще этот период? Тем, что он совмещал несовместимое. То есть вот этот переход старого и новое еще не пришло, а старое еще не отошло. И бывали очень интересные такие вот фотографии. В том понимании, в котором мы с вами привыкли, конечно, таких студий не существовало, но фотографы ездили по городам, по деревням со своим вот этим вот живописным задником. И если вы заметите, на многих фотографиях он, в принципе, практически один и тот же. Но глядя на эти фотографии, конечно, удивляешься, с каким изыском, с каким вкусом создавались эти костюмы. Вообще надо сказать о том, что вот вы посмотрите даже в этих, да, вот тот костюм модерна, о котором мы с вами говорили, у всех народов он получил свое звучание. Рассматривая наши костюмы, можно сказать о том, что вот то чувство сдержанности, то чувство вкуса и понимания прекрасного, которое было у абхазов во всем, да, оно отразилось и в этом костюме. Вы не увидите здесь никаких кричащих цветов, каких-то сочетаний, да. Они все остались в условиях своего цветового спектра, как, скажем, каких-то национальных предпочтений в цвете. Но там есть один интересный период. Вообще, наверняка, вы все знаете, и я не хочу сильно углубляться в историю костюма самого. Вы наверняка о нем много знаете. У нас есть труды замечательных ученых, и Елены Маля, и Аджинжал. Говоря о цвете, мне хотелось бы подчеркнуть такую деталь, что у каждого народа цветовые предпочтения складываются годами и веками. И складываются они, исходя из тех красильных минералов и тех красок, которые находятся в той географии, в которой этот народ живет и развивается. Но что случилось в конце 19-го, в начале 20-го века? Сама индустрия, она начинает уже предлагать такого цвета ткани, и, как сказать, не столь характерные, что это становится очень интересным и очень соблазнительным. Но, как показывает история, все это имело очень небольшое развитие. В смысле, вот это ощущение новизны прошло, и затем, конечно, опять в такое вот абсолютно свое ощущение цвета и формы оно остается. Меня часто спрашивают, кстати, вот хотелось бы сказать, как я отношусь к стилизации в народном костюме. И мне хотелось бы сказать о том, что для того, чтобы костюм сохранился и был интересен, обязательно должны абсолютно самодостаточно, очень хорошо развиваться два направления. Его стилизация и сохранение его как костюма. То есть мы с вами должны знать, что существует абхазский костюм, достаточно правильный такой вот стереотип его, и существует его стилизация. Чтобы у нас с вами не случилось так, что некая стилизация на тему национального костюма нам с вами служила стереотипом самого костюма. И в этом плане мне, я всегда привожу японцев, вы посмотрите, за две тысячи лет прекрасное развитие в условиях современного мира и абсолютно выверенное, математически, как можно сказать, рассчитанное, переведенное в некую математику, это форма кимоно. Она сохранилась, она есть, она не рассматривается. Но, конечно же, есть разные ее интерпретации, и они интересны, и японские дизайнеры это используют как некую культуру, которая была бы доступна за пределами их уже страны. Вообще любая культура становится в плане костюма интересна и актуальна тогда, когда она уже переходит за границы собственного народа и получает звучание уже в другой, так, как это случилось о том периоде костюма, который мы с вами рассматриваем, начало 20 века. Мне хотелось еще сказать о периоде 1917 и далее, так скажем, 25-х годов. Как мы с вами сказали, на костюм влияют в тот период времени, да, это войны, это революция, это индустриальный бум, и еще один момент – это эмиграция. Вообще вынужденная эмиграция любого народа в плане костюма, да, она очень сильно обогащает и вносит живую струю в ту культуру, куда она, так скажем, пребывает, да. Это дает очень хороший результат, но через определенный период времени она, конечно, практически исчезает. Есть целая отдельная тема вообще в изучении костюма народов Кавказа – это эмиграция представителей Кавказа в Париже. Даже у историка Васильева есть целая глава, которая посвящена домам мод, которые в 1920-х годах открывались в Париже. Они так и назывались – Кавказский домомод. Открывали их выходцы с Кавказа. Было это очень популярно, потому что в какой-то момент сама Черкесска, и эта знаменитая фотография, это Михаила Аистичева фотография Врангеля в ней, она стала в какой-то период символом белого движения. Естественно, в те годы в Париже очень серьезный и очень сильный интерес к ней был. И очень многие ее хотели приобрести, и многие выходцы из Кавказа открывают эти вот кавказские домомод. Сделились эти дома по двум признакам. Некоторые создавали одежду, которую они привыкли создавать, а некоторые дома, говоря языком нашего с вами времени, они были креативны. Они создавали те модели, которые… Они были… То, о чем с вами мы говорим, да, стилизация. Потому что французы, как никто, никакой другой народ, умеют переосмыслять другую, чужую культуру. Конечно, в их понимании статус черкесский, он резко изменился. Появились очень разные модели женского пальто. Это коллекции 20-х годов, в которой появляются эти газыри. Черкесска становится цветная, она с разными принтами. Для них это была очень интересная живая кровь, которая влилась в их культуру. Большое распространение, кстати, в женском костюме получили башлыки, которые они носили немножко по-другому. Они носили их завязанные, как тюрбаны. И, в общем-то, 10-15 лет эти дома просуществовали. Затем они, к сожалению, закрылись. Но, тем не менее, в истории костюма они остались как такой вот, может быть, короткий, но интересный период, когда эта культура получила такое интересное звучание в других странах. И, конечно, говоря о Кавказе, в Париже в эти годы, нельзя не сказать о таком интересном факте, как о Мэри Шервашидзе Чачбе. Вы, наверное, слышали, конечно, про нее, да? Слышали? Мэри Шервашидзе была абхазская княжна, которая в те годы была титулованная красавица и лицо дома Шанель. В то время существовали... Вообще, надо немного... Немного расскажу о самой предыстории. 20-е годы Парижа. Это время тех преобразований в костюме, которые начались еще в начале 20-го века. И вдруг эта волна эмиграции позволила поднять уровень вообще модели, скажем, манекенщицы, которые мы с вами привыкли в нашем сегодняшнем понимании, очень высоко. Потому что представители кавказских женщин, представители русских знаменитых родов, они приехали в эту страну и начинали жизнь абсолютно заново. Очень лицом многих сегодня известных брендов стали Мия и Нина Аболенская, это княжна Голицына, наша Мэри Шервашидзе Чачба. Вместе с ней в этот период в доме Шанель работала кабардинская принцесса Галиха Гондокова. Она тоже была, значит, в этот период. Они обе были не просто модели, это были титулованные красавицы своего времени. И что надо обязательно заметить, понимание модели – это знание языков, это удивительные манеры, это исключительное качество умения одеваться. И это был такой, как вам сказать, собирательный образ красивой женщины своей эпохи. Чаще всего это выглядело так, что они, значит, одеты во все эти чудесные костюмы определенного дома, они выходили в общество и в каких-то участвовали раутах, и являлись неким эталоном, неким образцом для того, чтобы вот как бы рождать в голове женщины новый образ. Судьба Мэри Ширвашидзе, она очень интересна. Она проработала в этом доме несколько лет. По таким вот, как вам сказать, документально неподвержденным фактам, есть из уст, ну, как бы родственников, есть место некого сотрудничества по созданию костюмов для деловой женщины. Но, к сожалению, об этом материала нет, и не смогу я вам об этом рассказать. Вот. И надо сказать о том, что это вообще был очень интересный период, потому что в Париже в то время еще один замечательный абхазский художник вплотную занимался костюмами. Но это были уже костюмы театра и балета. И вот буквально месяц тому назад, кстати, когда я вот предполагала, как готовиться к этой лекции, я познакомилась с искусствоведом, который взял очень интересный период. Это влияние балета на моду начала 20 века. И тема его диссертации – это влияние костюмов Александра Шарвашидзе-Чачба, его балетных костюмов, на парижскую моду начала 20 века. Мэри и Александр были в одном кругу. Это были родственники, и это была одна индустрия. Естественно, очень интересные факты существуют, о которых, к сожалению, мы сегодня не знаем. Но, надеемся, когда-то будет еще более широко известно о том интересном периоде. Кстати, сам Александр Шарвашидзе еще в Санкт-Петербурге создавал такие вот модные показы, в которых он одевал таких известных балерин, как Матильда Ксишинска, как Вера Фокина. Это был тоже тот период, когда актрисы, балерины, они являлись носителем некой такой вот красоты. И были специальные вечера, на которых они показывали всю эту красоту, свою одежду. Ну, Александр Шарвашидзе, как театральный художник, он создавал костюмы для театра, которые затем получали большое распространение в такой вот среде, которая принимает эти костюмы. Вот я вам хотела рассказать тоже о очень таком маленьком, но интересном факте. Это вот подтверждение того, что все Кавказское было очень популярно. В конце XIX века в Америке создается целая линия парфюмерная, которая называется Киркассиан, которая выпускает продукцию Киркассиан Лоушен, Киркассиан Хайды, Оте и так далее. Почему? Потому что американцы, как очень предприимчивые люди, они, выходцы из Кавказа, они попадали в другие страны. И пошла, как вам сказать, молва о том, что обобщенно их называли черкешинками, иногда это обобщали как бы, да. И это стало символом красоты, символом необычной экзотичной красоты. И, естественно, оно получило такое вот, этот бренд получил коммерческий успех. Хотя то, что они создавали, не имело отношения там к традициям ухода за собой, да. Этот продукт носил, как вам сказать, этот имидж красивых кавказских женщин, он был в хорошем смысле слова использован для того, чтобы эта продукция убеждала в том, что она, конечно же, сделает из любой девушки очаровательную такую вот представительницу рода человеческого. И в заключение я хотела бы сказать о чем? О том, что прошло сто лет с того периода, о котором мы с вами говорили. Исходя из всех законов, моды, стиля и истории, для нас с вами сегодня, если я не ошибаюсь, это время прекрасного. И я чувствую, что сегодня очень многие люди обращаются к этому времени. И у каждого народа в плане костюма есть некое понятие прекрасного, от которого они отталкиваются. И очень хотелось бы, чтобы очень часто наши с вами коллеги, художники, не знаю, режиссеры, очень часто обращались к этому очень сложному, очень интересному и очень красивому периоду в истории нашего костюма. Спасибо. У нас была ваша лекция на днях, и вы нам говорили про эстетический идеал абхазов. Какое различие есть между абхазами, живущими сейчас, внешне имеется в виду, и абхазами, жившими в то время. Вы имеете в виду эстетическое? Если брать вот тот промежуток, который мы с вами рассматриваем, кстати, 100 лет, меня больше всего удивило в этих фотографиях, когда они сотнями и тысячами проходят, меня удивило абсолютно потрясающий силуэт в мужском костюме и в женском. И этот силуэт в костюме создается только тогда, когда есть вот эта физически абсолютно гармоничная сложенность. Возможно, это был другой образ жизни, это было другое питание, это было другое отношение к себе, это было, в голове была совершенно другая модель человека была в голове, да, когда невозможно было иначе себя мыслить. Но, конечно, разница есть большая, и мы с вами сегодня живем в немного другое время, где стираются границы вообще в понимании некой национальной особенности, да. И здесь, наверное, это происходит и во всем, и во внешности тоже. Мы не можем отдельно существовать локально со своим представлением о красоте, да, и развивать. И я думаю, что тот образ, он был более, как вам сказать, было меньше воздуха, меньше каких-то течений, которые проникали. Конечно, он локально сохранился. Это такая вот, вы по фотографиям видите, да, но вот просто потрясающий костюм, да, просто потрясающая талия. По некоторым данным талия была от 48 до 50 сантиметров в эпоху корсетов. Конечно, потом это все немножко переосмыслилось и так далее. Но в каждой, и это, как вам сказать, это не значит, что тогда было хорошо, а сейчас плохо. Если мы рассмотрим, мы со студентами всегда говорим о том, что рассматривая костюм любой эпохи, мы приходим к тому, что предыдущая эпоха опровергает следующую, да. То есть идеал красоты, он абсолютно сменяется. И через сто лет он опять поменяется. И, наверное, кто-то будет оглядываться и думать, а почему складывался такой вот идеал сейчас. Какие прически были актуальны в то время? В начале 20 века, да? У женщин. Во-первых, самое интересное, что произошло. Женский костюм, в отличие от мужского, очень сильно, очень резко принял все новое, что было предложено в то время, да. И то же самое касается аксессуаров, о которых мы с вами говорим, да. Если во второй половине 19 века мы видим высокие шапочки, да, эти платки, одетые поверх, то буквально в начале 20 века появляются широкополые европейские шляпы. Если вы заметили, сама прическа женщин, она очень стала демократичная. То есть понятие с непокрытой головой, оно абсолютно как бы уже принимает совершенно другой смысл. И поэтому здесь абсолютно такая вот европейская прическа, где волосы собираются в пучок, где делают, где носят шляпы. Некие вот, видите, как интересно, да, прямо у нее профиль женщины-скамеи. Вот здесь, вот, пожалуйста. Она абсолютно, культура ухода за волосами, она дублирует европейскую в этот период. Насчет черкесски. Она была показателем элиты общества или она была доступна каждому человеку? Сейчас скажу. Черкесска была доступна каждому. Это надо обязательно запомнить. Но в абхазском костюме, это бывает не у всех костюмов, не у всех народов, не было сословных различий в крое, в фасоне, еще в чем-то. В чем были различия? Только в том, из какого материала шила черкесска, да, шилась. То есть, какой был пояс, какая была ткань, галун ручного плетения, да. То есть, форма была одна, а богатый человек, конечно, то есть, человек состоятельный. Он мог себе позволять ее сделать более роскошную, более интересную. И в этом, собственно, и было различие ее. А то, что мы с вами говорим о том периоде, когда Черкесска получает распространение за пределами народов Кавказа, это, конечно, вот есть период, когда и генералы, и все, они хотели носить эту черкеску, потому что она была, вот как мы с вами говорили, символом доблести, мужества, и такая вот у нее была популярность. Какие материалы использовались для изготовления украшений и аксессуаров? Вот, ювелирное искусство, это еще одно искусство, которое шло параллельно с искусством развития костюма. До начала 20 века, и даже в начале 20 века, все украшения, дополнения, которые делают, это, конечно, серебро и полудрагоценные камни. Они очень хорошо представлены в наших этнографических музеях и в частных коллекциях. В начале, ближе к 20-м годам уже появляется использование стекла, каких-то других вспомогательных материалов. Но тот период, который мы рассматриваем, это, конечно, серебро. У меня несколько вопросов. Комментируя русские сезоны Дягилева, вы упоминали Александра Чачпо, но комментируя как раз-таки русские сезоны Дягилева в Париже в начале 20 века, отмечают, что помимо балета французскую публику впечатляли декорации и костюмы танцовщика. И называют имена таких художников, как Леон Бакс, кстати, вы его упомянули. Но помимо него еще Александр Бенуа, Николай Рериха. Но, к сожалению, среди этих имен я не встретила имя Александра Чачева. Как вы думаете, почему это происходит? Вообще, очень обидно, что очень большой художник в этот период, его почему-то незаслуженно не упоминают в списке таких художников. Потому что долгое время сам Александр Шервашицы работал художником императорских театров под руководителем Головина. И очень многие выставки и проекты, в которых представлены работы Шервашицы, они обычно представлены как театр художественным руководителем, где был Головин. Хотя очень значительную часть костюмов над ними работал Шервашицы. Но в последнее время появляется все больше и больше литературы, которая говорит о том, что это был очень яркий, очень интересный художник-реформатор своего времени. И вот в 2013 году в Санкт-Петербурге, в библиотеке, музея прошла выставка Александра Шервашицы, где были представлены более 400 его эскизов. И вот такая вот хорошая волна интересов к его искусству, она все-таки, я надеюсь, еще впереди. Ну что, одна из задач нашей науки, например, вот искусствоведческая пропаганда, вот те, эти мести Александра Чачева, его заслуги, его вклад, большая задача нашей науки. Так что это один из вопросов. Следующий вопрос, вот я не случайно сказала в самом начале нашей лекции о византийской одежде. Мне хотелось бы спросить, вот в процессе работы, вот, да, над историей костюма, где-нибудь вы нащипали след византийской или хазарской одежды? Ну, вы знаете, по некоторым источникам сама черкесская является одной из форм хазарского костюма. Как некоторые историки говорят, что может быть, да. А вот византию, конечно, очень часто можно наблюдать в орнаменте. Очень характерном, в ковровом орнаменте, в ткачестве, очень часто встречаются эти элементы. Орнамент вообще очень долго хранит эти формы. Видите, как интересно, сестра одной из хазарских принцесс, которая была замужем в Константинополе, в Византии. Она стала матерью потом будущего византийского императора, льва четвертого хазара. А ее сестра в это время была замужем в Абхазии. Она стала матерью выдающегося абхазского политического деятеля Леона II, основателя Абхазского царства. И я к чему говорю, от хазарской принцессы, которая была замужем в Константинополе, в Византии, появился головной убор, который назывался Чичак или Цицаки. И какое-то влияние хазарской, конечно, у нас могло быть, поэтому я так предполагаю. Тем более, что Абхазия очень долго контактировала с Византией, естественно, должно было быть влияние. И в этой связи тоже мой следующий вопрос, ответ может быть самым коротким. Вы только говорили о цветах. Вот среди абхазов я часто слышала, вот иногда шутят, что вот мы абхазцы, мол, типа, любим красный цвет. Но это как-то иронизируется немножко. Мне все-таки интересно отношение к красному цвету. Мне кажется, это кое о чем говорит. У меня по поводу красного цвета может созреть другая пословица, тоже абхазская, которая опровергает эту. Но вы знаете, вообще цветовые предпочтения очень хорошо изложены в труде Елены Маля, которая говорит о том, что существует абхазский спектр. И этот цвет шоколад коричневая, бордовая, серая, вот такая. Но красный цвет в том понимании, вот именно красный, чистый красный цвет, я бы сказала, что носит слишком откровенный, слишком, как вам сказать, категоричный характер. У нас все-таки цветовые соотношения в костюме построены на очень тонких нюансах. Но бордовый цвет как таковой в абхазском разве есть? Бордовый есть. Атшахабщ, наверное, я так, может, думаю. Ахабряхабщ, это очень важно. Я почему говорю, византийские императоры носили одежду только из пурпурной ткани, да? Вот из багряноцвет, говорят. У них культ с красного цвета был другой, да. И, кстати говоря, там одевалась одежда в основном из цветных тканей. Когда абхазы пишут, описывают костюм, у них иногда пестрый, носит характер негативный. В смысле, он такой некрасивый пестрый. То есть, вот, наоборот. Если я не ошибаюсь, очень выдающийся был деятель Михаил Псел в Византии. Вот его мама, она одевала только платье из однотонной ткани и темные тона. Она в основном носила. Фотографии очень впечатляют, на самом деле. Мне кажется, должно быть еще больше фотографий. У вас, наверное, есть? Мы не все сегодня увидели. Да, хотя вот сейчас, кстати говоря, я сижу и начала понимать, как мы много потеряли. Потому что фотографий так много дают, а вот сколько фотографий... Даже сегодня мы, вот, старые фотографии, да, вот, своих родителей, дедушек, прадедов и так далее, мы просто вот как-то их не умеем, к сожалению, великому, как надо хранить, а как все это нужно в будущем, не только для семьи, да, которая должна всегда знать свои истоки, но для нашей истории тоже понимание приходит, к сожалению, очень поздно. И поэтому вы уже можете на это обратить внимание, потому что через эти фотографии сегодня, которые очень помогали кекстовому материалу, мы узнали очень многое. Вы обратили внимание, какие мужчины все стройные, какие женщины все тоненькие, с какой они талией. Кстати, по поводу корсетов вы вот в конце немножко упомянули. Женщины абхазские, наверное, носили корсеты, да? Носили, да, и очень жесткий корсет носили. Ну да, вот я, насколько знаю, очень известный французский реформатор женского костюма, Пуаре, да? А Поль Пуаре, он как раз-таки заставил женщин отказаться от жестких корсетов. Ну, наши женщины, наверное, где-то до советского времени, да, вот они это носили? Да, по упоминаниям они носили, потом существовал даже мягкий корсет после жесткого, но потом в 20-е, 30-е годы он, конечно. Как мы себя чувствуем во многом зависит от того, как мы одеты, правда же? И поэтому, конечно, мы понимаем, что вот такая одежда, она очень обязывает, да? И мы удивляемся, почему мы так изменились, почему мы уже не такие. К сожалению, мы не можем быть такими во многих отношениях, особенно в таком положительном смысле, потому что мы уже и одеваемся тоже по-другому, потому что мы живем в другую эпоху. Но, тем не менее, вот эта тенденция возрастающая такая, интереса нашей молодежи к национальному костюму, хотя бы вот к его элементам и так далее, очень многие девушки сегодня хотят свадебное платье, именно такое стилизованное, правда, да, вот, это уже, это очень хорошо, потому что мы должны понимать, что наш национальный костюм ничем не хуже той же римской туники, которая продолжает жить, японского кимоно и так далее. В принципе, это хороший пример для того, чтобы мы не просто подражали, но мы хранили свою историю. Интересной была очень лекция, которая вызвала у меня, и я думаю, что у наших ребят, у наших телезрителей новые мысли. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»